Так, для начала восстановим свою человечность. Прокачаем свою флягу. Причем как количественно, так и качественно. И еще раз немного поднимем свой уровень. Мне хватит, чтобы прокачать три уровня и давайте поднимем нашу ученость до десяти. Для того, чтобы у нас появился хотя бы один слот для какой-нибудь магии. Например, пиромантии. Для того, чтобы наша пиромантия стала хоть немножечко эффективна, усилим пламя пиромантии. К сожалению, у нас только одно семя. Я всегда здесь. Ну, хотя бы первый уровень. Давайте посмотрим, что мы можем поставить. А поставить мы практически ничего и не можем. Ну, давайте хотя бы поставим для начала огненный шар. Самая простая пиромантия. Дубину пока уберем. Вот так вот она выглядит. Кидает такой маленький фаерболл, который к тому же еще и летит. И не так уж далеко и навес. И давайте отправимся в место, в котором мы уже были. Это башня Хейда. В прошлый раз мы здесь убили драконьего всайдника, но не пошли в собор. И давайте сейчас как раз его и посетим. Судя по всему, на горизонте мы можем видеть остатки забытой крепости. Ну или, по крайней мере, какое-то сооружение, которое очень на него похоже. И также можно оценить, какое расстояние на самом деле отсюда до Маджулы. Отсюда также можно расглядеть крепость, которая находится за лесом гигантов. Но мы на самом деле вышли из этого домика. Получается, что пробежав 10 шагов, мы тем самым как бы перенеслись на километров так 15-20. Но я уже об этом говорил, что здесь все вот эти переходы, они очень сокращены. Так как наш герой на самом деле путешествует по целому континенту. То есть разработчики как бы сделали вот эти переходы, но на самом деле они по дистанции, конечно же, меньше, чем на самом деле они должны быть. Просто если бы разработчики бы их сделали с измеримым расстоянием, которые действительно существуют на континенте, ну тогда нам пришлось бы просто идти по прямой там минут 10, наверное. Бабах! Да, это дубина очень эффективна против вот таких вот ребят, на которых надета тяжеленная броня. Призовем потерявшегося Гленкура. Он нам поможет прорваться сквозь толпы рыцарей Хэда и старых рыцарей. После того, как я убил драконьего всадника, рыцари Хэда стали очень агрессивными. Вот дубина даже с прокачкой плюс два против этих рыцарей просто делает свое дело на все 100%. Затанцевал при виде моей огромной дубины. Бэкстепом точно сделать нельзя. Это будет прикольно, конечно. Хотя тут есть такие противники, которые по размерам, наверное, чуть ли не больше этих рыцарей, которым можно сделать бэкстеп. И, кстати, в этой локации есть один небольшой секрет, о котором, возможно, кто-то не знает. Ну, как это секрет? Это не то, что даже секрет, а такая маленькая фича. Если вы придете сюда после того, как призывете Фантома Ревнивица Кэрол, по-моему, которую можно призвать на мельнице, то здесь будет ее знак призыва. То есть ее можно будет призвать параллельно с Глинкуром на битву с Арнштейном. Здесь у нас небесное благословение. Так, ребята тут надавали своих предметов. Давайте их почитаем. Меч Рыцаря Хейда. Прямой меч, выкованный в Хейде. Особый сплав делает его очень прочным. Состав этого сплава хранится в тайне. Однако попытки воспроизвести его в Дранглике привели к созданию похожей по свойствам стали. Вайронской. Так, Глинкур. Давай, фаст. Рыцаря Хейда не очень чувствительна к ударному оружию. Но все равно достаточно неплохо складывается. И Виверна, я совсем забыл. Можно было сразу же бежать к тебе. А так я огреб аж два раза по голове. Огнем. Глинкур сдох. Тактика против Виверны очень проста. Это не попадаться ей под голову, а стоять у нее между ног и бить по ногам. В принципе, эта тактика работает против Виверны и любых драконов в этой игре. Единственная проблема – это вот этот вот слет. Дыхание огнем. От него очень сложно увернуться, но все-таки можно. Ну, конечно, дубина не самое оптимальное оружие против Виверны, но тоже можно использовать. Окаменевшая кость дракона и щит дракона. Щит с изображением переплетающихся драконов. Контраст черного и белого символизирует упадок и течение всего сущего. А змееподобные драконы следят за ходом времени. Владельцы этого щита ждет удача в бою. Были, кстати, конкурсы до выхода второго Dark Souls на лучший дизайн щитов. И этот как раз щит был, по-моему, одним из победителей. И, возможно, эти две переплетенные змеи олицетворяют Касса и Франта. Так, если мы пока не пользуемся фальшионами, нахрена мы их держим в руках? Попробуем завалить Айнштейна огромной дубиной. Ну что ж, Айнштейн, давай. 275 урона. Судя по тому, что Айнштейн использует заклинание Порчи, похоже, его так же как Арториса в свое время поглотила тьма. Но самый главный вопрос, который наверняка возникает у всех фанатов Dark Souls, это какого черта он здесь вообще делает? Ведь мы его еще победили в первой части игры. Достаточно сложно вкиснуть свои атаки этой огромной дубиной. между его сериями ударов. После такого выпада у Айнштейна очень сильно увеличивается защита. Я ему наношу всего лишь 56 урона. Блин, все колонны в храме переломал. Кто их теперь ремонтировать то будет? Нашпиговал меня своим копьем. Дубиной тоже можно стать, конечно, блок. Что-то Айнштейн совсем не хочет применять против меня особые атаки тьмой. Ну, извини тогда. Душа старого драконоборца и старое кольцо со львом. Как раз старое кольцо со львом это отличный же повод пойти сюда еще в самом начале игры. Особенно если вы любите использовать рапиру. Потому что сочетание рапиры плюс 10 и старое кольцо со львом является, наверное, самым имбовым оружием в игре. Итак, старое кольцо со львом, любимое кольцо сражавшегося с драконами рыцаря, усиливает ответный выпад. После многих лет использование кольцо поблекло и стерлось. Но если присмотреться поближе, можно увидеть изображение льва. Отличное кольцо, которое усиливает контратаки. Здесь у нас еще пару сундуков. Круглый щит клирика, башенный щит, куча разнообразнейших щитов. Треснувшее синее око. Также у нас здесь стоит очередной NPC. И он с вами будет полноценно разговаривать только тогда, когда вы им принесете знак верности. Трансиент being. You have obtained proof you are worthy of joining our order. You may call yourself one of us, and are free to plant your roots in this garden of the gods. Be proud. I, Targray, do proclaim from this day, you are a knight of the blue. Rejoice and bask in your new honor. У него можно вступить в комбинант с синих стражей. You are proud knight. Take this. А также получить перстень стража. Wear this ring and shine light upon stone. Then you will hear the voices of the blue apostles. Listen for their cries of help and repel the malicious invaders. This is the proud work of the knights of the blue. The way they elevate themselves to a higher plane. I'll provide what you need. You may visit me at any time. Proud knight. You may come to me, Targray, for help. We knights of the blue must rely upon one another. To achieve our greater goal. Present your token of fidelity. To test your strength against other knights. Proud knight. Aim high in all things. We knights must protect the apostles of blue. Never forget this fact. And by your honor, never eschew your training. There are others in this forsaken place who have only a lust for blood. They conspire to ambush blue apostles on the road. Knight of the blue, protect our apostles from these bloodthirsty brigands. Take pride in your duty as a blue knight. Work hard and pursue a higher plane. We knights of the blue must rely upon one another. Также Targray продает несколько не особо нужных предметов. Alibarda Morgenstern. Такие мы уже видели. Монастырский талисман. Урна святой воды. Урна святой воды. Сосуд наполненный прозрачной водой. Призванная служить для исцеления святая вода жжет плоть нежитей и полых. Святую воду добывает из надежно защищенных источников. В древней столице миры. Но с тех пор, как в мире разгорелась война, такая вода стала редкостью. Также у него есть камень разрядов. Измененные волшебством титаниты используются для усиления оружия молниями или для добавления защиты от молний щитам. Колдуны из Мельфийской академии магии пытались наполнить титанит силой стихии. Но, как говорили, потерпели неудачу. Видимо, кто-то из них все же добился успеха и в результате появились эти камни. А также продают два чуда. Это силовая волна и небесный гром. Выпускают молнию в случайных направлениях. Ученый спорит, является ли это оригиналом копья молний или его копией. Силу богов невозможно целиком контролировать, но если вам немного повезет, это заклинание уничтожит ваших врагов. Давайте еще заодно прочитаем их кольцо, персень стража, кольцо ковенанта синих стражей. Присоединитесь к этому ковенанту и наденьте кольцо, чтобы вас автоматически призывали в миры апостолов лазурного пути, если туда вторглись духи тьмы. На кольцо нанесена эмблема лазурного пути, обозначающая благородную клятву. Защищать хозяина каждого мира от темных духов. Ну то есть, помимо того, что ковенант синих стражей защищает апостолов лазурного пути, то есть тех, кто входит в ковенант лазурного пути, также в этом ковенанте можно неплохо пвпшиться, но есть ковенант, где пвп лучше. То есть, здесь вот есть три статуи, если вы играете в онлайне, то при помощи этих трех статуй, но сейчас они не работают, потому что я в оффлайне, можно искать соперника на аренах. То есть, каждая статуя, по-моему, отвечает за одну из трех арен. И в отличие от обычной игры, здесь подбор игроков идет уже не по Soul Memory памяти душ, а по уровню игрока. Но также, по-моему, система Soul Memory здесь тоже работает, то есть, если система не может найти вам подходящего по уровню игрока противника, Дальше уже система будет подбирать для вас противника по уровню Soul Memory. И давайте первым делом снова переоденемся. И побегаем немного в сете вангарианца. К сожалению, у меня он не полный, но основные части есть. Это у нас есть доспех и шлем. Перчатки поставим элитного рыцаря, а штаны разбойника. В принципе, они достаточно неплохо сочетаются. Также я поставил щит Дранглика и попробую побегать с Алибардой. Если честно, для меня это уникальный опыт. И до этого я практически не бегал ни разу с Алибардой. Достаточно сложное оружие в использовании. И чтобы как-то его более-менее эффективно использовать, давайте его немного прокачаем. У меня хватило Титанита, чтобы прокачать Алибарду до плюс пяти. Алибарда скелится как от силы, так и от ловкости. И после того, как мы потратили у Инграста, по-моему, порядка десяти тысяч душ на улучшение оружия, он должен нам подарить одну вещицу. Молот кузнеца. Да, он дарит нам свой молот. Ну что ж, давайте почитаем, что это за молот. Молот кузнеца. Обычный молот кузнеца можно использовать в бою, но особой пользы от него не будет. Этот молот создает оружие, но сам им не является. Также я забыл, кстати, прочитать еще несколько вещей, которые я недавно поднял. Это круглый щит клирика. Круглый щит клирика, отправившегося в паломничество. Хрупкое благословение позволяет отражать заклинания. К сожалению, щит почти не спасет от обычных ударов. И больше похож на талисман, чем на снаряжение бойца. Башенный щит. Большой металлический щит. Он очень тяжелый, чтобы его держать требуется недюжинная сила. Зато такой щит прекрасно останавливает удары. Чтобы пользоваться большим щитом, нужно быть очень сильным. Зато он обеспечивает высокую степень защиты. В бою можно не отражать удары, а наносить их таким щитом. Душа старого драконоборца. Драконоборец это рыцарь, ставшим героем множества старинных легенд. Использовав душу драконоборца, можно получить множество душ или создать невероятно ценный предмет. То, что он драконоборец, мы еще знаем с первой части. Какого черта он делает во второй части, непонятно. То ли разработчики хотели этим показать какой-то скрытый смысл, то ли это обычный фан-сервис для фанатов Dark Souls 1. Давайте обратно вернемся в Каменант Лазурного Пути, чтобы его уже полностью прокачать до третьего уровня. У нас также еще есть 31 тысяча душ, при помощи которых, скорее всего, стоит прокачать немножечко уровень. И давайте вложим эти души в прокачку жизни. Пора нам поднять жизнь хотя бы до 20. Я опять забыл закупиться стрелами. Купим у Ленинграда все его железные стрелы, а также железные болты для балета. Так, сразу же экипируем короткий лук. Кстати, лук надо было бы тоже немножечко прокачать. Ну ладно, в следующий раз. И в этой локации нам часто будет необходимо использовать ядовитый мох и обычный плод. Субтитры создавал DimaTorzok Я просто как-то закончил здесь. Мне кажется, я просто перейдывал. Но сейчас я здесь, я скучаю по-русски. Ах, не посмотрите мне так. Многие из этих стоней очень полезны. Например, определенные стоны используются в смитинге. Ах, теперь твои уши прикрыты. Ах, теперь твои уши прикрыты, если ты можешь платить. Это мой трейд, после всего. Я пришла сюда в search of rare стоны, но... Это место не было ничего, как я говорила. Все эти пищи, и ты не можешь идти очень далеко. Не просто идти в полночь, спрашиваясь. Эти стоны могут выглядеть все же, но... Но для трейдеров, каждый из них одинаково. Некоторые из них используются в смитинге и арморке. И некоторые из них одинаковые стоны приводят специальные эффекты. Некоторые из них очень редко, и должны быть использованы с хорошим тривом. Некоторые из них не видят. Некоторые из них не видят легко. Но я очень много научился, действительно. Дрэнг Лэк. Как это, что я уничтожила здесь? Это странно. Я не могу помнить. Я смотрела каждый нюк и краник здесь. Я думаю, это время, чтобы продолжать. Может быть, мы снова встретимся, если мы так долго живем. Торговка Рудой Хлоэн. Та самая дочь Ленинграда. И после того, как мы с ней поговорили, она переместится в Маджулу. Будет продавать нам различный титанит. Тоже совсем не помнит, как попала в Дранглик. У нее также продается уголь вражды. 10 осколков титанита. Пока что у нее не такой большой выбор. Но со временем ее ассортимент будет расширяться. Также она продает одно чудо и одну порчу. Это успокоение души. Одно из забытых чудес, сохранившихся в Склепе Нежити. Оно наносит серьезный урон полым. Но не оказывает эффекта на остальных врагов. Склеп Нежити – это место упокоения живых. Тех, на кого пало проклятие, могут лишь надеяться, что перед ними когда-нибудь откроется его дверь. Повторная смерть. Порча, поджигающая трупы темным пламенем. Из-за чего они взрываются. Порчи такого рода вмешиваются в саму суть жизни. И считаются наиболее отвратительными. Прикольная, кстати, порча. И отсюда у нас открывается прекрасный вид на вот эту вот огромную башню. Давайте поставим бинокль и разглядим ее поподробнее. Отсюда можно разглядеть вон там вдалеке на втором этаже туман войны. И вот этот балкон, на котором можно видеть такое вот белое свечение. Это на самом деле секретка, куда мы тоже попадем. И на этом же этаже находится босс. И некоторые считают, что босс этой локации, этой мельницы находится на самом деле где-то высоко. Но босс находится именно вот, грубо говоря, на как бы третьем уровне. И как раз переход, который находится между вот этой мельницей и следующей локацией железной цитаделью, ставит перед игроками много вопросов. Так как после босса мы как будто бы поднимаемся куда-то наверх, но при этом попадаем в железную цитадель. Хотя логически мы должны куда-то подняться в небо. На самом деле мы как бы после босса немножечко продвигаемся вперед буквально на 10 или 30 шагов. А потом только поднимаемся наверх. И, как я считаю, эти там 10-20 метров нужно умножать на 100, как, в принципе, и во всех переходах Dark Souls 2. И таким образом мы как бы попадаем в подножье вот этой горы, которая находится за этой мельницей. И сама эта железная цитадель находится где-то вот за этой горой, либо вот внутри этой горы. Возможно, это даже не гора, а вулкан, так как железная цитадель как бы погрузилась под землю, и там везде можно наблюдать потоки лавы. Как раз вот там даже можно видеть между первой и второй горой, как будто вот такое свечение. И как раз железная цитадель может находиться между двумя этими горами. Уберем лишние стрелы. Дизайн этой локации, конечно, не очень красивый, но... Но очень ядовитый. Здесь можно наблюдать вот таких вот огромных противников. И есть два варианта как убить. Это просто расстрелять их издалека из лука. Это более безопасный, но более время затратный вариант. Поэтому я выберу более рискованный вариант и постараюсь убить их в ближнем бою. Здесь можно также наблюдать вот этих вот ползающих тварей. Перед тем как нырять в эту ядовитую яму, я съем обычный плод. Он увеличит мое сопротивление к яду. И давайте попробуем убить этого огромного лука. Да, он очень неповоротлив. Я по-быстрому соберу все предметы, которые здесь можно найти. В основном здесь различный титанит. Но также есть и пара уникальных предметов. Я еще дышу. Бломок. Пша. Сколок. Ух ты! Скелет. Обломал меня из кайф. Алибарда, конечно, не самое лучшее оружие против скелета. Так. Давайте съедим ядовитый мох. Да, как ни странно, ядовитый мох лечит от отравления. Похоже, клин клином вышибает. Видающая душа. Еще душа. И еще один скелет. Блин. Засранец. Костер тут рядом, можно всегда сбегать. И восстановить свой эстус. Факел. Если мы уже отравлены, то повторно нас отравить уже не может. Камень. Так. Здесь вроде все. Обломок. Главное не забывать вовремя пить. Блин, еще один скелет. Слава богу, они тут не восстанавливаются. Ну, тогда бы это была вообще засада. Сколки, души. Сколки. И там наверху еще нужно собрать предмет с трупа. Само цвет. Скелет. Который сейчас нас еще и убит. Так. Здесь у нас все. Единственное, осталось обследовать эту пещеру. И здесь необходимая нам ароматная ведьь былова. И факел. Факел можно зажигать, чтобы вот в этом отравленном тумане было лучше видно. Но здесь я его использовать не буду, потому что здесь просто сундук. Огненное семя и небесное благословение. Так, эстус у нас кончился, поэтому нужно использовать ядовитый мох. Так, у нас также еще остались самоцветы. Здесь у нас очередная встреча с Гавланом. Ничего нового он не говорит. Можно опять ему продать ненужный хлам. И можно закупиться у него отравленными стрелами. Правда у него их всего осталось 10 штук. А также возможно будет не лишним закупиться ядовитым мхом. Нам все равно нужно будет потратить у него 16 тысяч душ, чтобы он нам подарил свое оружие. И нам нужно по-быстрому сгонять до костра. Один лишь минус то, что здесь опять все остановились. Но можно их без проблем и пробежать. Пошел. Очень быстро я отравился без использования этого плода. Здесь можно встретить новых противников. Вот этих вот сексапильных дам. Но внешность отманчива. И к ним лучше близко не подходить. Самой лучшей тактикой против них является расстрел их. Из арбалета или лука. И желательно в голову. Больше их здесь вроде нет. Урна порчи. Не помню брал ли я такую. Урна порчи и проклятый сосуд, покрытый черным лаком. Взрывается и наносит урон тьмой. Темное искусство порчи запрещено. Посмели бы ли вы наполнить сосуд такой силой? Откуда произошло это искусство, не ясно. И это является еще одной причиной, по которой его боятся. По сути это четвертый тип бомб. То есть у нас есть огненные бомбы, черные огненные бомбы, более мощные огненные бомбы, колдовские бомбы и теперь у нас есть бомбы, которые наносят урон порчи. Вроде эти рабочие безобидные. По крайней мере на данный момент. Но да, это всего лишь временно. В лохмотье заключенного. На самом деле, Алибарда очень уникальное оружие. Самый высокий урон она наносит, если атака приходится как бы на ее навершие. Если попадать именно древком, то урон будет ниже. А также у Алибарды, если бить ударом в прыжке, то она наносит очень много урона. Спасибо. Продолжение следует...